На Витский Ростислав, 164-я школа. Марина Дружина, лекарство от Контрона. Классный выдался денек, уроки закончились рано. Погода отличная, мы как выскочили из школы. Как начали кидаться снежками, прыгать по сугробам и хохотать. Всю жизнь он так веселился. Вдруг Владик Гусев спохватился. «Брат, смотришь, Контроша по математике! Готовиться нужно!» И, оттрахиваясь от снега, спешил к дому. «Подумаешь, Контроша!» Шурнул Ловко, снежок вслед Владику и развалился на снеге. «Я предлагаю ее пропустить!» «Как это?» — не понял я. «А вот так!» Ловко запихнул в рот снег и широким жестом обвел сугробы. «Вон сколько тут антиконтролина! Препарат сертифицирован! Легкая простуда на время контрольной гарантирована! Завтра поболеем, в школу не пойдем!» «Здорово! Здорово!» — ответил я и тоже. Принял противоконтрольного лекарства. Потом мы еще попрыгали по сугробам, слепились недовлека в виде нашего завуча Михаила Яковлевича. Съели подополадные порции антиконтролинчика для верности и разошлись по дому. Утром я проснулся и сам себя не узнал. Одна щека стала раза в три толще другой, и при этом ужасно болел зуб. Ничего себе легкая простуда на один день! «Ой, какой флюс!» — всплеснула руками бабушка, уверив меня. «Немельно к врачу! Школа отменяется! Я позвоню учительнице!» В общем, противоконтрольное средство сработало без отказа. «Это, конечно, меня порадовало, но не совсем так, как хотелось бы. У кого хоть когда-нибудь болели зубы, кто попадал в руки к зубным врачам, тот меня поймет. А доктор тому же утешил его последовательно. Зуб повалит еще пару дней. Так что терпи, не забывай полоскать!» Вечером звонил Вовке. «Как дела?» В трубке развелось какое-то шипение. Я с трудом разобрал, что это Вовка отвечает. «У меня голос пропал!» Разговора не получилось. На следующий день, в субботу, зуб, как и было обещано, продолжал выйти. Каждый час бабушка давала мне лекарства. Я старательно полоскал рот. Болеть еще и в воскресенье никак не входило в мои планы. Мы с мамой собирались и в цирк. В воскресенье вскочил чуть свет, чтобы не опоздать. Мама тут же испортила настроение. «Никакого цирка! Сиди дома и полощи, чтобы к понедельку выздороветь! Не пропускать же занятия! Конец четверти!» Я скорее к телефону Вовке звонил. «Тотик Адалин! Оказался еще и антицирк Адалин! Цирка за него отменили! Предупреждать надо!» «Он еще и антикино!» — тепло подхватил Вовка. «И за него меня в кино не пустили! Кто же знал, что будет столько побочных действий?» «Думать надо!» — возмутился я. «Сам дурак!» — отрезал он. Короче говоря, мы совсем разругались и отправились в полоскаль. Я зуб, Вовка, горло. На следующий день подхожу к школе и вижу — Вовка! Тоже, значит, подлечился. «Как жизнь?» — спрашивают. «Отлично!» — хлопнул меня по плечу Вовка. «Главное, контрошу-то провалили!» Мы расхватались и пошли в класс. Первый урок — математика. «Ручки и семечки! Выздоровели!» Обрадовалась Левтина Васильевна. «Очень хорошо! Скорее садитесь и доставайте чистые листочки! Сейчас будем писать контрольную работу, которую пропустили в пятницу. А мы пока займемся проверкой домашнего задания». «Вот так номер!» — антиконтролин оказался форменным обдуриемым. Или, может, дело не в нем?